Субтитры создавал DimaTorzok Время пришло Turkish Airlines. Раздвиньте границы вашего мира Что пишешь? Не важно Ой, да ты не пишешь, ты завтракаешь? Я говорю, не важно Ты, пожалуйста, отойди и начинай вести программу Я сейчас к тебе присоединюсь Все ясно, Жень, ты не пишешь Ты не завтракаешь Ты просто опять играешь с едой Я тебе сколько раз говорила, что нельзя переводить хлеб, молоко Хлеб, это же всему голова Забыл такую пословицу И вообще, кому ты пыдаешься отправить эти послания? Что ты там зашифровал? Вот когда они дойдут, куда надо Кому надо? Вот тогда и узнаешь Вот вообще-то Ленин, когда вот писал Ему тоже надзиратели запрещали писать А он все равно писал И мы все знаем, чем это закончилось Между прочим, закончилось или началось Неизвестно Сто лет назад и тоже в октябре Подумай об этом, Александр, подумай Доброе утро, губерния! В этой студии вас приветствует изготовитель хлебных чернильниц Женя Плодников И противница нецелевого использования хлеба Саша Байдачная Спонсор программы Утрогуберния Турецкие авиалинии Путешествуйте по всему миру вместе с турецкими авиалиниями Теркиш Эйрлайнс Смотрите на мир шире Вообще-то не очень понятно, какое использование хлеба считать целевым Потому что в древности и в средние века хлеб вообще использовали как посуду В нем подавали практически любое блюдо Это и практически, и экономично Съел обед, посудой закусил В общем, получается, ничего мыть не надо Сплошное удовольствие, сплошное удобство Я знаю об этом Больше того, именно от этой традиции И произошли все современные бутерброды Ну, я все же за здоровое питание А если каждый раз после еды съедать еще и тарелку хлеба То здоровье, конечно же, поправится вряд ли Ну, а вот сам ты, и я, и наши телезрители точно поправятся в размерах В общем, я за то, чтобы хлеб, конечно, был в рационе Но очень в ограниченных количествах А без какого продукта не представляют свой рацион наши жители, жители нашей губернии Прямо сейчас узнаем из запроса, смотрим ваши ответы Завтрак и я Яйца, масло, хлеб Хлеб Без шоколада Ну, наверное, молочный продукт Без молока Без овощей Молочного Я думаю, вода Без яблок Яблоки Без шоколада Скорее всего, без гречки Без овощей Творог Наверное, без молочной продукции А помнишь, как в детстве, Саш, нас заставляли все есть с хлебом? Да, даже к арбузу полагалась булочка И ведь ты же ребенок, не можешь объяснить, что это несочетаемые продукты Поэтому приходилось, конечно, как-то выкручиваться Ну, вот таким вот образом я и приучил своего пса к хлебу По части выдумки вообще дети – самый смышленый народ Доказательство как раз в нашей рубрике «Поколение.ру» Доказательство как раз в нашей рубрике А мне хотя бы дашь поиграть? Чё? У тебя же самого телефон-бомба И такая же на нем игра Мой в ремонте Я пока с этим хожу Это чё за каменный век? Смотри, девчонку не показывай, а то засмеют А чего тут смешного, Васёк? Мне дед пожертвовал, свое дал Так отдай ему назад Слышь, на нем хоть игры есть? Конечно нет Амзон У-у-у, как все запущенное Кроме как занять, чем что им еще может? Да, эсэмэски писать и... Слышь, малявки, чё рассеялись? Они убрались лавочкой Она моя Эсэмэски писать и от хулиганов отбиваться И мучему дед отбивался Один из самых популярных продуктов в мире Без которого, пожалуй, не обходится ни один день В нашей жизни Это, конечно же, хлеб Поэтому неудивительно, что у него есть свой собственный праздник Всемирный день хлеба Который отмечается ежегодно 16 октября, то есть сегодня Ученые выяснили, что первые хлебные изделия возникли около 8 тысяч лет тому назад И внешне они выглядели как лепешки Готовились из крупы и воды Выпекались на раскаленных камнях А еще считается, что первый дрожжевой хлеб появился в Египте И он настолько укоренился в культуре почти всех народов мира Что стал постоянным героем различных сказок и легенд Самый известный для нас это, разумеется, колобок Такой хитрый хлебушек, который смог перехитрить всех Убежал он от каждого Кроме еще одной хитроумной лисы Она его и слопала Но оказывается, не только русский фольклор богат хлебными историями Хлебными сказками Аналогичные истории рассказывают детям на ночь в самых разных странах Самым близким примером будет, наверное, американский пряничный человечек Его судьба поразительно схожа с колобковой Он смог уйти от всех, кроме зубастой лисицы А я слышал, что наиболее близкий аналог это английский Джонни Пончик Был такой, ну или есть В любом случае, этот драматический сюжет близок к каждому народу И по классификации сказочных сюжетов Арни Томпсона Отнесен к группе Z33.1, сбежавший блин Кстати, японцы или тайцы поспорят с тобой по поводу популярности хлеба Они его почти не едят, поэтому и Джонни Пончик И другие дрожжевые герои им совсем не близки Они заменяют хлеб рисом, поэтому там люди такие стройные Я не японцы и не тайцы Да и вы не японцы и не тайцы И приходится поэтому выкручиваться после поедания различных колобков Выполнять упражнения, чтобы самим не стать колобками Простые движения у нас далее А вместо простых движений у японцев, кстати, тоже рис У них вообще вместо всего рис Доброе утро! Вас приветствует фитнес-клуб «Спортзавод» Сегодня мы вас хотели познакомить с нашим направлением фитнеса «Умный фитнес» То есть мы хотели вам предложить ознакомиться с миофасциальным релизом И сегодня мы вам немножко расскажем, как снять гипертонус с мышц, которые находятся в привычном тонусе Для этого мы будем использовать вот такие вот роллы То есть более мягкий ролл, как у меня Или ролл для продвинутых, как у Антона То есть сегодня мы вам расскажем о двух группах мышц Как можно будет снять миофасциальный релиз? Это верхняя часть спины и мышцы трицепса Верхняя часть спины Роллик помещаем под спинку Приподнимаем ягодичные мышцы Руки держим перед собой И медленно начинаем прокатывать от линии талии к верхнему краю лопаток Прокатывая ролл, вы можете почувствовать, как у вас могут мышцы немножко побаливать Вы можете начать сталкиваться с триггерными точками, которые находятся в гипертонусе И потихонечку вверх и вниз Выполнять это упражнение можно от полутора до двух минут Если кто-то сможет выдержать побольше, можно даже до пяти минут работать Далее мы переходим к мышцам трицепса Это задняя часть плеча Для этого мы располагаемся вот таким образом Руку кладем на ролл Ложимся И начинаем прокатывать ролл Вперед и назад То есть трицепс у вас должен лежать на ролле И медленно катаем Мышцу нужно расслабить максимально И здесь тоже могут возникать болевые ощущения в мышце То есть с мягким роллом это сделать гораздо проще И с роллом, как у Антона, для продвинутых здесь будет посложнее Полторы-две минутки можно поработать на одну группу мышц И затем мы меняем Кладем другое плечо на ролл И выполняем то же самое Прокатываем ролл вперед и назад То есть выполняем медленно Прислушиваясь к мышце Мышцу расслабляем Которая у вас находится в прокатке И максимально Прокатываем по всей длине мышцы Вперед и назад Время работы с каждой группой мышц От полутора до двух минут На этом наша утренняя зарядка закончена Всего доброго, до следующих встреч Хлеб всему голова Так говорили наши предки в любой непонятной ситуации А вот какой не уточняли Потому что существует огромное количество разных видов хлеба И целой программы не хватит, чтобы просто перечислить название Ну и такое короткое описание дать Ох, точно ты прав Итальянская чабата Мексиканская тортилья Австрийский брецель Индийский нан Ну какой же хлеб самый полезный? А я тебе отвечу Тот, который без дрожжей И в котором злаки цельные В цельнозерновом хлебе Сохраняется гораздо больше полезных веществ и витаминов Он более низкокалорийный Содержит больше клетчатки Но вообще-то диетологи уже давно успокоили поклонников Здорового образа жизни Употребление любого хлеба в умеренных количествах Не нанесет вам фатального вреда здоровью А если буханочка хлеба у вас залежалась Немножечко зачерствела Мы вам сейчас подскажем пару способов, как не дать добру пропасть Итак, можно, например, остатки черного хлеба Использовать для приготовления яичницы или омлета Нарежьте хлеб без корочек Обжарьте его на сливочном масле Залейте яйцами Получается сытный и вкусный завтрак Ну а если в такую яичницу добавить помидоры И различные специи и травы Получится царская трапеза Едем дальше Черствый хлеб тоже также может стать замечательной основой для пиццы Нарежьте квадратиками ржаной хлеб Плотно уложите его на противень Смажьте томатной пастой И добавьте начинку по вкусу Такая пицца получается не менее вкусной Но очень даже оригинальной Через 15 минут она будет дымиться у вас на столе Пицца будет готова только через 15 минут, Жень А календарь губернии уже тут как тут Он готов, с пылу жару Самые интересные исторические факты Осторожно, не обожгитесь Сегодня 16 октября Осенью 1891 года Самарцы впервые увидели в действии Одно из выдающихся изобретений 19 столетия Фонограф Томаса Эдисона Вот как описывала это событие 16 октября 1891 года Самарская газета Аппарат в совершенстве передает манеру исполнения Но человеческий голос выходит каким-то странным, карикатурным Зато духовые инструменты звучат изумительно Сегодня Всемирный день анестезии или день анестезиолога А также Всемирный день хлеба и Всемирный день продовольствия Кроме того, 16 октября во многих странах отмечают День шефа Он же День босса 16 день октября подарил миру много выдающихся личностей В их числе известный ирландский драматург-поэт Оскар Уайльд Российский оперный певец Дмитрий Хворостовский Рок-музыкант и лидер группы «Мумитроль» Илья Логутенко Главный тренер Самарского футбольного клуба «Крылья Советов» Андрей Тихонов В старину день Дениса Позимнего, которого сегодня чествует народный календарь, считали крайне неблагоприятным Наши предки верили, что в преддверии зимы на землю выходят осенние лихорадки, злые духи, вызывающие болезни А еще на Дениса нужно было опасаться сглаза Против сглаза, порчи и любого другого наговора крестьяне использовали лук, чеснок, редьку и соль Считали, что соль и редька выедают все злые слова, написанные на бумаге А запах чеснока и лука пугает нечистую силу Это были лишь некоторые интересные события, случившиеся в 16-й день октября Хорошего дня и прекрасного настроения вам! Друзья, мы призываем вас участвовать в нашей программе Для этого нужно прислать свои фотографии или видео К нам группа ВКонтакте, она называется «Утро губернии» В альбом «Яркий кадр» вы можете загрузить все самое интересное И мы обязательно покажем ваши фото-шедевры в нашем эфире Осенние краски Самары в объективе Веры Живиной Парк Воронежские озера, загородный парк Они особенно красивы, конечно, вот такой бруси Есть такая поговорка Кому суп жидкий, кому жемчик мелкий Мы тут с тобой все про хлеб, да про хлеб говорим А вот Татьяна Петсона, аристократка, уже накрыла свой изысканный стол И приготовилась есть Устрицы Спаржу Аристократично Пища королей Так прозвали спаржу благодаря Людовику XIV Король настолько любил этот овощ, что заставлял выращивать его круглый год Хотя традиционный сезон цветения длится всего несколько теплых месяцев Нежисть на солнышке, зеленые ростки насыщаются полезными микроэлементами Цинком, калием, магнием и кальцием В этом витаминном коктейле нашлось место даже для аспарагина Вещества, способствующего выведению из организма токсинов, в том числе и аммиака Однако грубые волокна способны и навредить Спаржа категорически запрещена в период обострения какой-либо болезни желудочно-кишечного тракта Зато для кожи она исключительно полезна Сок, вытяжку и экстракты используют для приготовления скрабов, масок и лосьонов Конечно, это не касается людей с индивидуальной непереносимостью продукта А больным после инфаркта врачи рекомендуют зеленую диету Правильное питание снизит кровяное давление, расширит сосуды и простимулирует работу сердечной мышцы Кроме того, спаржа быстро и легко готовится После пятиминутного пребывания в кипятке она сохраняет практически все полезные свойства Кстати, корейский вариант, продаваемый в магазинах, не имеет ничего общего с нашим деликатесом Думайте сами, что из этого весомый аргумент Только умоляю, не взвешивайтесь после завтрака А мы продолжаем у нас в гостях кулинар Элина Рубан Доброе утро Доброе утро Все говорят о здоровом питании Что для вас здоровое питание, Элина? Для меня здоровое питание, это прежде всего есть дома Потому что дома можно приготовить абсолютно любые блюда В том числе и ресторанные Но они будут исключительно приготовлены вами Будете знать, из каких продуктов, какого качества Чаще всего, конечно, вы идете и покупаете продукты И они гораздо выше по качеству, чем в ресторане Потому что в ресторане у них, понятно, возможно, оборачиваемся Есть в ресторанах не очень активная И, соответственно, продукты могут портиться А дома вы точно знаете, 100% достались холодильничка И у вас там вкусная свежая курица Вы дома чем пользуетесь? Духовкой, плитой или у вас тут мультиварки, например, тоже в ходу? Я против мультиварок О, расскажите, почему? Это быстрый кукинг, он совершенно вредит продуктам Он абсолютно обезвоживает его Обесвечивает от витаминов То есть вы едите абсолютно сублимат Не здоровое питание, это совершенно Дело в том, что на огне можно приготовить и в духовке Гораздо качественнее еду, нежели в мультиварке То есть духовка, это да Духовка и плита нет Мультиварка нет Хорошо А как же приготовить эти самые здоровые блюда в духовке, на плите? Расскажите нам Ну, скажем так, это можно попасть ко мне на мастер-класс И узнать об этом более, скажем так, подробнее Ну, как же приготовить это здоровая еда Медленная обработка Недурительное приготовление еды Овощи должны быть слегка аль денте Чтобы они хрустели на зубок Если паста варится, то она тоже должна быть слегка сыроватая Сердцевинка, а снаружи, естественно, приготовленная То есть это аль денте Все должно быть не доготовлено Это позволяет сохранить полезные вещества? Полезные вещества позволяет сохранить Это раз Во-вторых, это вкусно Это не меняет цвет продукта Это не меняет запах продукта Это не меняет вкус продукта А если вот как мы привыкли Там наши мамы готовили очень долго плов Там варили его, не знаю, по 2 часа Или очень долго готовили рагу Там тоже по 30 минут, по 40 минут Это, конечно, не будет полезным продуктом Жарко Это всегда плохо Есть такой стереотип, что все, что пожарено, это вредно Это уже, опять же, как вы сказали Это какой-то сублимат, который потерял все свойства Это опровергните или подтвердите? Что с жаркой не так? Ну, скажем так Жарить на оливковом масле – это правильно Но нужно сначала нагреть сковородку, а потом уже наливать оливковое масло Есть просто определенные приемы На сливочном масле лучше ничего не готовить Потому что сливочное масло, оно в процессе, собственно, и выделяет вредные вещества Которые потом вредят нашему здоровью и способствуют увеличению веса Есть же еще кукурузное Есть кукурузное Готовить лучше на кукурузном масле Оно и не меняет вкус продукта Оно не меняет цвет продукта Подсолнечное масло имеет резкий запах, резкий вкус Оно изменит однозначно Только в этом проблема или еще и вот те самые канцерогены? Ну, еще, да, вырабатываются канцерогены при нагревании, при высоком нагревании Поэтому лучше все делать, вот сначала нагреть сковородочку Сразу налить масло и сразу начать готовить Готовить достаточно быстро То есть если вы пассируете, то это быстро То есть лук там не до черного цвета, а вот прям слегка Чтобы он позолотился или слегка просто принял Набрал оливковое масло и стал более прозрачным Вот в таком варианте Илин, есть ли какая-то тройка продуктов, которые вы обязательно используете на своей кухне В своих блюдах, в своих рецептах? Хит-парад Ну, как бы хит-парад моих продуктов, это морепродукты Это я очень люблю и просто их нужно уметь готовить Чаще всего люди боятся, стремятся обходить эти прилавки стороной Но на самом деле не нужно бояться просто правильно размораживать, правильно готовить И опять-таки там креветки готовятся всего одну минуту с каждой стороны Кальмары, маленькие осьминожки тоже готовятся одну минуту Всего лишь, когда вот начали закручиваться кружева ножек Вот только вот и сразу снимать Фактически они уже готовы и можно кушать Многие боятся, что они оживут Нет, ничего не произойдет А вот вы сказали по поводу заморозки По поводу того, как их правильно нужно размораживать, морепродукты Как вы вообще относитесь к заморозке? Сейчас появилось очень много разных вариантов Например, фасоль, она замороженная И нужно ли ее размораживать? Как вы вообще к этому относитесь? Сохраняют ли они полезные вещества, такие продукты замороженные? Сейчас настолько шагнула вперед и гастрономия, и технология Что сейчас существует технология сухой заморозки Это когда берут овощи или берут морепродукты и замораживают их сразу При помощи сухой заморозки Льда практически нет На них просто небольшой И когда вы начинаете размораживать, даже воды абсолютно с них никакой не сходит То есть это правильная, грамотная заморозка И правильно грамотно нужно разморозить Чаще всего у нас засовывают в микроволновку Или под горячую воду И размораживают, там все быстро Уже процессы приготовления идут Мы получаем резиновые продукты Вот этого делать ни в коем случае нельзя То есть это нужно положить в холодильник Они в свободном режиме разморозятся И только потом можно кушать И когда нельзя готовить продукты, которые заморожены Нельзя готовить продукты, которые только что из холодильника Им нужно постоянно питаться температурой комнаты То есть принять тепло И только потом можно готовить Тогда 100% получится очень нежные, сочные Ну, креветки, допустим Окей, спасибо Некоторые не представляют жизни без соусов Без майонеза, без кетчупа и прочего-прочего Подскажите рецепты простых соусов Которые могут быть полезными, вкусными Или, может быть, майонез хорошо и правильно И кетчуп тоже Ну, майонез там содержится стабилизатор Который вреден для нашего организма Влаговодерживающего вещества Которые, собственно, при набору веса и способствуют Майонез можно приготовить самим То есть даже к Цезарю тот же самый идет Вот майонез, да, как бы заправка Она готовится очень просто Я исключила яйца оттуда Яйца отдельно варю И кладу в качестве вот как вот дополнения Причем минутку всего И желточек, он такой еще сыроватый слегка И готовлю отдельную заправку Это чеснок, это оливковое масло Это дижонская горчица Анчоусы Это все взбивается до гомогенного состояния В блендере и поливается Это самая простая заправка Вот для салата Цезарь Вторая заправка вот каждый день тоже использую Это лимонный сок, оливковое масло и горчица Все, всего три ингредиента Я думаю, что попроще И все, и больше ничего не нужно И вам очень понравятся салаты с этой заправкой Они будут полезными, вкусными А лимон еще, он добавок к всему рассчитывает жиры И усиливает вкусовые ощущения от самих листьев салата И от тех продуктов, которые вы туда кладете Поэтому очень будет даже ничего вкусного Спасибо большое за два рецепта Очень вкусно рассказывать Да, я запомнил И я понял, что единственное там с горчицей Но это уже за эфиром я вас спрошу, в чем там дело Мы пока продолжим Спасибо большое, что заглянули За ваши кулинарные познания Вам огромное спасибо И вдохновение самое важное Спасибо большое вам Всего доброго Мы продолжим, вернемся в эту студию через пару минут Доброе утро, губерния С вами снова ведущий Женя Плотников И Саша Байдачная Спонсор нашей программы Турецкие авиалинии Авиакомпания Turkish Airlines Летает в большее количество стран Чем любая другая авиакомпания Осуществляя свои рейсы в 120 стран По 299 направлениям по всему миру Рейсы авиакомпании Турецкие авиалинии Из Самары осуществляются Три раза в неделю В среду, пятницу и воскресенье А мы сегодня отмечаем Всемирный день хлеба А заодно и Всемирный день продовольствия Это повод задуматься над тем Что сделано и что еще предстоит сделать Для решения глобальной проблемы Избавления человечества от голода, недоедания и нищеты А между прочим сделано уже немало В 2013 году биолог Марк Пост из университета Маастрихта Создал первый в мире бургер из выращенного в пробирке мяса Вы только вдумайтесь, производство продукта обошлось в 325 тысяч долларов Но развитие технологии многократно снизило эту цену И сегодня килограмм искусственного мяса стоит уже 80 долларов А один бургер всего 11 Таким образом, за 4 года, всего за 4 года Цена снизилась в 30 тысяч раз Создатели мясных стартапов верят, что лет через 5-10 Искусственные фрикадельки и гамбургеры будут уже продаваться на прилавках Наряду с обычными и по вполне умеренной цене Я бы даже купила на пробу килограммчик, Жень Потому что я без мяса не представляю своей жизни А без какого продукта обеднеет ваш рацион? Мы спросили у вас на улицах, друзья Итак, смотрим ответы жителей губернии Завтраку я Яйца, масло, хлеб Хлеб Без шоколада Ну, наверное, молочный продукт Без молока Без овощей Молочного Я думаю, вода Без яблок Яблоки Без шоколада Скорее всего, без гречки Без овощей Творог Наверное, без молочной продукции В этом году в нашей губернии собраны рекорды урожай зерна Представь себе цифру, Жень Более двух миллионов тонн зерновых культур И это при том, что погода нас не очень баловала Дожди слякать Вспомни Молодцы Здорово Когда-нибудь в будущем Когда проблема голода будет И вообще проблема продовольствия будет совершенно решена Люди с недоумением будут читать, что когда-то, в прошлом, приходилось собирать деньги для голодающих В столице губернии даже установлен памятник норвежскому полярному исследователю Фритиву Нансену Именно он создал комитет спасения голодающих по Волжье в 20-е годы прошлого века Который так и назывался Комитет Нансена Этот комитет собирал средства для населения нашего региона Да, теперь уже наши земляки собрали деньги и установили памятник этому герою А я бы не только памятник установила, но и посвящала бы произведение искусству таким людям А потом бы ходила на выставки вместе с Татьяной Пецной Ведь выставки – это ее хлеб Людмила Андреева пробовала разные техники и жанры От масляной живописи до графики Но во всех работах остается верной эстетике реализма Считая, что именно так можно передать красоту родного края Красота, она владеет, она должна мир украшать И у меня просто такое нестойкое убеждение, что в картинах должно быть все прекрасно Людмила выросла в творческой семье Отец – известный живописец Сумел привить своей дочери любовь к искусству Художественная школа, затем педагогический университет Который в определенный момент из места учебы превратился в место работы Летом мы с студентами выезжаем на пленэр Ну, как и преподаватели тоже немножечко на пленэре работают вместе со студентами Накапливается какой-то материал А иногда просто какие-то интересные идеи приходят в голову и таким образом реализуются Картины, на которых изображены только деревья и небо, наполнены звенящей тишиной А это – лучшая музыка для художника Как правило, меня спрашивают, а где такой дворик? А этого дворика может и не существовать вовсе, потому что это собирательный образ Естественно, ни с одного этюда, ни с даже увиденного места рождается просто образ Мы же создаем образы, мы не копируем натуру Мастерство художника заключается в том, чтобы подмечать красоту в простых вещах Горы, проселочная дорога и грозовое небо – этот пейзаж Людмила увидела из окна автобуса Поездка на Бахилову поляну всегда становится путешествием в мир притягательных образов Мы ехали на автобусе и как раз была гроза, задержались и поздно вечером Вот этот маленький автобус, он прям по этому серпантину спускался И вот молнии такие ударяли, то есть это было очень страшно Ну и вот родились такие впечатления На холсте одной из последних работ Людмилы еще не высохло масло Эта работа задает тон всей выставки Персональная экспозиция открылась в Доме культуры «Луч» Татьяна Пецина, Александр Каракулько, программа «Утро губернии» Мы продолжаем, у нас в гостях Юлия Кузнецова, хлебных дел мастер Доброе утро, Юлия Кузнецова, хлеб – всему голова Мы сегодня говорим о хлебе Расскажите, вы принесли с собой замечательные продукты Что за хлеб? Я принесла с собой хлеб, который я сама пеку уже более пяти лет Это хлеб, приготовленный по традиционному русскому рецепту Хлеб заквасочный, опарный Я принесла сегодня вас угостить ржаным хлебом и пшеничным И весь этот хлеб приготовлен из цельнозерновой муки Ой, вот все, что вы сказали, это как раз составляет список наших вопросов Давайте по порядку Отпишите процесс, наверное, приготовления Давайте начнем с этого Процесс это долгий Нужно запастись терпением, чтобы такой хлеб приготовить Потому что дрожжи здесь используются естественные Содержащиеся в муке Они достаточно капризны И процесс занимает около 20 часов Что значит капризные дрожжи? Ну, для того, чтобы их разбудить Нужна вода, время и тепло И так делается закваска Потом на ней ставится опара, это жидкое тесто Потом опара подходит на ней Тесто более густое замешивается Потом оно еще выстаивается А потом только хлеб выпекается То есть это многоэтапный процесс, он требует терпения Но этот хлеб более полезен Он более питателен И так как я в своем хлебе использую только высококачественное сырье А именно цельнозерновую муку То он оказывает воздействие положительное на организм Какое конкретно? Ну, например, такого хлеба много не съешь Потому что он питательный Это самое лучшее воздействие на организм Я очень люблю хлеб Кроме того, он очень энергоемкий Мы привыкли есть хлебобулочные изделия из муки высшего сорта Но такая мука низкого качества Потому что она, как правило, изготавливается из фуражного зерна И там подмешиваются всякие улучшители, крахмалы, отбеливатели В этой же муке используется только цельно смолотое зерно То есть зерно полностью с оболочкой В которой содержатся все природные питательные элементы Это кладезь микроэлементов и витаминов для здоровья и красоты Вы ежедневно печете хлеб? Ну, я пеку несколько раз в неделю Несколько раз в неделю А сколько занимает процесс от идеи до того, что вот хочу беспечь вот такую вот буханочку хлеба До того, как вы ее даже не то, что вы вытаскиваете, а до того, как она попадает уже на стол Ну, если человек хочет начать приготовление хлеба с непосредственного создания своей домашней закваски То закваска сама готовится не менее пяти дней Ему нужно поколдовать над ней, вложить свое терпение А потом уже это трудоемкий 20-часовой процесс И потом еще хлеб должен полностью остыть Потому что пока он остывает, он еще ферментируется, доводится до вкуса И только когда он готов, вы можете уже тогда посмотреть на его мякиш какой он На его структуру, на его текстуру И оценить качество его вкуса А давайте об этом поговорим Да, в домашних условиях нереально приготовить подобный хлеб В домашних условиях реально приготовить подобный хлеб Да, для этого нужно, чтобы было тепло в доме Потому что такой хлеб не терпит сквозняков Ну, есть множество секретов, которыми владеют хозяйки, умеющие печь хлеб, в том числе и я Этими секретами я с радостью делюсь со всеми желающими Но если у вас есть большое желание научиться печь, это возможно И я просто желаю терпением запастись и изучать этот вопрос более глубоко А где найти ту самую муку, из которой получается полезный хлеб? К счастью, в Самаре сейчас есть места, магазины, где такая мука продается Потому что все больше людей интересуются здоровым питанием И отдают свое предпочтение именно продуктам без дополнительной химической обработки Естественным продуктам, каким является цельнозерновая мука Вы сказали про структуру, вы говорили, когда хлеб остынет, уже можно оценивать Уже как-то можно смотреть Как оценить хлеб, качество хлеба, что он хороший? Какие признаки у качества мука? Хлеб должен подняться То есть мы видим, что если рассматривать тот хлеб, который я принесла Что он поднялся примерно в 2-2,5 раза Он такой должен быть достаточно воздушный Но на такой тяжелой маке, так как она из цельно смолотого зерна Не получится такой хлеб, какой мы привыкли видеть в магазинах Прям совсем как вата Он будет более плотный Кроме того, важны очень вкусовые качества Хлеб не должен сильно кислить В технологии процесса там есть нюансы Закваска не должна перестаивать, сам хлеб не должен перестаивать Его нужно вовремя поставить в печь, вовремя вынуть из печи Это очень важно для качества его мякиша и для вкуса Кстати, я слышал где-то, что если хлеб плесневеет, это хорошо Что это значит, что он качественный Это правда? Ой, ну вы знаете, сейчас действительно промышленным способом производятся Такие продукты, которые называются хлебом Но на самом деле, по сути, хлебом не являются Там столько подмешано искусственных всяких порошков Которые являются продуктом химической промышленности Поэтому, собственно, этот продукт назвать хлебом уже нельзя Поэтому, да, наверное, когда он плесневеет, мы как-то выдыхаем Что да, там что-то живое есть Но вот заквасочный хлеб, он плесневеет очень редко И это нужно для него такие условия создать, чтобы он заплесневел Как правило, он сохраняет первозданный свой вкус и запах И на протяжении месяцев может лежать и не приследить Да, вот это да Но что я хотела бы подчеркнуть, как хлебопек, да, со стажем Так это то, что создание хлеба – это волшебный процесс И я каждой хозяйке рекомендую овладеть им Потому что это творчество И можно огромное количество видов хлеба приготовить И порадовать своих близких и друзей Отлично Может быть, мы попробуем, чтобы Мы обязательно попробуем уже, конечно же, за кадром Мы все съедим, несколько секунд осталось Расскажите в двух словах буквально рецепт Ваш личный рецепт, как любителям хлеба не поправиться И любительнее сам Очень важная информация Да, хлеб нужно употреблять в пищу в меру Не перебарщивать, как и со всем остальным Все хорошо в меру, хороша золотая середина Кроме того, я не рекомендую в большом количестве Есть хлебоблочные изделия из муки высшего сорта И я рекомендую в большей степени есть ржаной хлеб А не пшеничный Потому что это хлеб, который дает нам энергию А не потребляет ее Что же ржаной хлеб тоже вкусный? Да, если он качественный, то он вкусный Огромное спасибо вам, что зашли Что принесли вот этот аромат уже до нас доносится И слюнки текут Сейчас будем пробовать Да, нам не терпится попробовать Я надеюсь, что мы с тобой, Женя, не очень поправимся Потому что, знаешь, после вкусной выпечки Иногда бывает очень-очень тяжело влезть в свой гардероб Есть такое иногда Но ведь именно для этого работает дизайнер Ничего страшного Выпускаются новые коллекции На грандиозном модном событии побывала Елена Шишкина Прямо сейчас мы посмотрим и узнаем все подробности Сюда встань Что он измекает? А потому что с конкурса начнется с дурочки На фестивале имени себя Александр Васильев еще и главная звезда Это моя работа ежедневная Ничего нового Фестиваль, который в этом году прошел в Самаре уже в 17-й раз Год за годом дает шанс молодым модельерам заявить о себе Я думаю, что нужно каждому молодому дизайнеру Участвовать в подобных фестивалях Потому что это идет огромный карьерный рост Огромный толчок Потому что сам маэстро Александр Васильев Дает очень много ценных, нужных советов Я счастлив, что в Самаре проходит такое событие Которое объединяет художников, модельеров, моделей Ну и конечно, цветы, подарки Все вместе Это большой праздник для всех тех, кто любит искусство Кто любит моду, кто любит красоту И кто хочет принять в этом участие Мы делаем все, чтобы фестиваль жил как можно дольше Маэстро моды, который гордится тем, что в его частной коллекции женских туалетов Больше шести тысяч платьев Увез из Самары обновку Одну из моделей коллекции Любови Егоровой Да, я получу, наверное, одно платье Ой, эскиз Малевич Красивый очень дизайн Творческий, яркий Мне бы очень подошло Любовь Егорова известна в Самаре как художник А в этом году она впервые решила попробовать себя в качестве модельера И сразу заслужила высокую похвалу Александра Васильева Это у меня первый опыт Я решила попробовать Мне очень понравилась тема революция Я оказалась поклонником авангарда У меня несколько выставок было до этого в Самаре Посвященные именно авангарду Самара в стиле авангарда Я художник еще монументалист Я занимаюсь распиской интерьеров У меня очень большие объекты То есть плоскость меня вообще не пугает Любовь признается, что ей совсем не жалко расставаться с жемчужиной своей коллекции Ради того, кто подарил Самаре такой красивый модный фестиваль Я считаю, что это лучшее платье в коллекции Да, потому что оно, может быть, это громкие слова, но оно оригинальное Для меня оно оригинальное Очень необычный подбор цвета Синий, красный, белый Хотя это, в общем-то, классическая гамма Но здесь она выдержана То есть, если вы визуально смотрите на платье Пропорция сохранена У вас нет ощущения разрыва Вещи смотрятся цельно В этом году у фестиваля необыкновенно широкая география Среди участников много модельеров из других регионов и даже государств Тем приятнее, что в финал попали не только работы самарцев Но и коллекции из Сызрани, Октябрьска, Большой Глушицы Необыкновенно ярко в этот раз прозвучала тема театрального костюма Одна из коллекций под названием «Обряд» Самарского театра «Пластилиновый дождь» получила Гран-при фестиваля Елена Шишкина, Андрей Авдеев, Утро губерния Начинаем неделю с очень оптимистичного гороскопа Овны, вы сегодня рискуете стать жертвой розыгрыша или обмана Причем со стороны людей, про которых вы бы ничего подобного и не подумали Будьте готовы к сюрпризам Тельцы, инициативность в личной жизни приведет к неожиданно хорошим результатам Не бойтесь смелых идей Признание в любви, написанное на асфальте, уже как-то банально Близнецы сегодня стоит посвятить свободное время заботе о семье И постараться поуютнее обустроить свое жилище Для этого не обязательно смотреть, как это сделано у других Все можно придумать самому Раки этот день может преподнести рекордное количество случайных совпадений И непредсказуемых поворотов Главное не потеряться в этом круговороте Львы, что-то вы совсем поникли, насупились и сдались Непорядок Как раз сегодня вас ждет высокий старт После которого неделя обещает пройти как по маслу Девы, проявите внимание к родным Не бойтесь показывать свои эмоции Сегодня откровенность поможет снять массу проблем Лисы, бросайтесь в бой, не раздумывая Если будете слишком долго анализировать, шанс уйдет Безрассудство и отвага, как ни странно, сыграют в плюс Скорпионы весь день пройдет в приятных хлопотах И даже усталость будет приятной Если понравится, можете завтра повторить Стрельцы, сегодня ваш цвет зеленый Ищите последние зеленые листки Натягивайте зеленый шарф И любуйтесь зеленой волной светофоров на дороге Этот цвет символизирует спокойствие Козероги, то, что вы считаете значимым На самом деле окажется пустышкой А обойденное вниманием Важной составляющей вашей жизни Расставляйте приоритеты правильно Водолесь, сегодня вас может постигнуть разочарование в друзьях Возможно, вы и правы, но это не значит, что когда-нибудь вы не повстречаете настоящих верных товарищей Главное, не назначать виновными в ситуации самого себя Рыбы склонны устраивать проверки окружающим сегодня Тестировать свои отношения и всячески испытывать себя на прочность Сегодня пора оставить эту утомительную деятельность И попробовать просто жить А понедельник будет намного легче Если вы его начнете с чашкой ароматного кофе или чая И с кусочком свежевыпечного хлеба Ну а мы с вами прощаемся С вами были Саша Байдачна И Женя Плотников Хорошего вам дня А знаешь, еще древние римляне говорили, что людям нужно хлеба и зрелищ Ну тогда запасайтесь хлебом и включайте Завтра в 7 утра программу «Утро губернии» Будет вам зрелище Среди нас есть те, кто любит отправиться на встречу неизведанному Чтобы увидеть красоту в странном и неведомом Они устремляются на поиски чуда Если вы один из нас и хотите открыть для себя нашу прекрасную планету Мы возьмем вас с собой Время пришло Таркиш Эрлайнс Раздвиньте границы вашего мира А у нас осень Спортивная В фитнес-клубе «Спортзавод» отличное предложение Три месяца фитнеса за 4 990 рублей Узнай подробности акции прямо сейчас 2703-777 Фитнес-клуб «Спортзавод» Новосодомая 106 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин